Дорогие друзья, добрый день! У нас есть хорошая новость для всех пользователей тем Unitem и UPI. Наш арсенал пополнился новым модулем, который называется стикеры. Этот модуль был добавлен в пакеты поставок обоих тем. Все владельцы тем с активной подпиской на обновление получат этот модуль абсолютно бесплатно. Довольно часто нам начали поступать запросы о том, как владельцу темы начать работать с новым модулем. И сейчас я хотел бы показать на примере демо установки то, как вы можете быстро начать работать с модулем. Итак, я заказал в сервисе демо, demos.abt.team установку Unitem и на примере этой установки я хотел бы вам показать, как правильно начать быстро работать с новым модулем стикеры. Итак, перейдем в административную панель нашей установки, перейдем в менеджер модулей. Обращаю внимание, что вскоре в CS карте размещение вот этой ссылки поменяется, о чем мы отдельно оповестим всех пользователей наших решений. Итак, перейдем в список доступных нам модулей и пакетов тем. Видим, что нам доступен пакет Unitem 2. И видим, что у нас есть один неустановленный модуль. Перед установкой модуля я хотел бы рассказать то, какие есть требования для того, чтобы начать использовать данный модуль. Первое требование это наличие активной подписки на обновление. Почему, сейчас объясню. Модуль стикеры работает с последней на данный на текущий момент версии CS карт 4.11.5. Соответствующая версия темы Uni должна быть у вас 4.11.5.b. Также есть требования к версиям модулей, которые могут влиять на работу модуля стикера. В частности, это модуль видеогалерея. Минимальная версия, с которой может работать модуль стикера версии 1.0.0, это видеогалерея версии 2.4.0. Итак, после того, как вы приведете в соответствие версии, то есть обновите вашу платформу, обновите тему и обновите модули, вы можете приступить к инсталляции модуля стикеры. Что мы сейчас быстро сделаем. Итак, по клику на кнопку установить, установим модуль стикеры. Дождемся обновления страницы, чтобы мы увидели, что модуль стикеры полностью установлен. Итак, видим, что установлена первая версия модуля стикеров. Перейдем в возможности этого модуля. Итак, видим, что нам доступно сразу несколько вкладок функциональных. Я всегда рекомендую начать с того, чтобы знакомиться с документацией модуля. Потому что здесь все подробно описано о том, как правильно начать, какие есть нюансы, как установить, какие есть настройки у модуля. То есть все вопросы здесь достаточно хорошо освещены. Пропуская много этапов в работе модуля, я покажу, как быстро начать работать с модулем. Итак, перейдем в демо данные. Модуль поставляет демо данные и добавим демо данные. Итак, видим, что демо данные были успешно созданы. Перейдем в список стикеров. И видим, что были созданы целый ряд стикеров с разными настройками. И все эти стикеры имеют статус «Выключено». Для того, чтобы начать работать с стикерами, которые были добавлены из демо данных, достаточно перейти в какой-либо из стикеров, посмотреть общие настройки этого стикера, какой у него стиль, графический, либо текстовый, какие настройки есть для отображения. Для отображения в списках товаров, на странице товара. Также просмотреть и отредактировать, какие есть условия отображения данного стикера. А также отображение стикера для разных типов списков. Для того, чтобы учесть, что в некоторых списках используются шаблоны с маленькими изображениями. И наличие там большого количества стикеров отображаемых будет портить вам внешний вид вашего магазина. Также я бы хотел обратить внимание на то, что модуль подразумевает два типа стикеров. Динамические стикеры, а также статические стикеры. Это очень хорошо покрыта документацией, но если в двух словах говорить, что тип стикера отвечает за способ, при помощи которого товар ассоциируется к стикеру. Динамические стикеры используют запросы в базу данных на лету при генерации страницы. То есть данные, отображать стикер для данного товара или нет, получается динамически при генерации страницы. Статические стикеры имеют записи в базе данных, подготовленные заранее, что этот стикер нужно отображать на этом товаре. И при генерации страницы, к примеру, списка товаров, никакие дополнительные запросы не выполняются. Все данные уже подготовлены. Это наиболее быстрая, наиболее ресурсоэкономная реализация. И в принципе мы рекомендуем во всех случаях, когда это разумно, использовать именно статический тип стикера. А динамические стикеры предназначены для работы со стикерами, отображение которых может меняться в зависимости от актуальности данных. К примеру, используется промоакция или не используется. Есть ли скидка или нет скидки. Ну и другие случаи, когда стикер достаточно сильно зависит от быстро меняющихся данных. Итак, для того, чтобы начать работать с каким-либо стикером из демо данных, достаточно его включить и проверить его отображение. Сейчас я бы хотел показать, как быстро создать свой новый стикер. Причем для такого вот кейса, о котором мечтает каждый предприниматель. Это, например, прямо в списках товаров показывать, что мы дарим какой-либо подарок при покупке данного товара. Ну, давайте придумаем себе такое условие, что для всех товаров, которые находятся в категории, к примеру, мужская одежда, мы будем дарить в подарок, ну, к примеру, мужские носки. Да, вот у нас есть наши товары. Что нам нужно для того, чтобы создать такой стикер? Первое, нам нужна иконка. Итак, перейдем. Ну, для того, чтобы хорошо данный стикер можно было видеть в списках товаров, выберем красный стикер. Так, и выберем его в размере, ну, к примеру, для того, чтобы его хорошо было видно, 32 на 32. Скачаем этот стикер. Здесь создадим новый динамический стикер, поскольку условия... Так, здесь назовем его подарок. Тип, стиль у него графический. Сразу же загрузим иконочку. Так, у нас есть... Размер для полного вида, ну, к примеру, 32 на 32. И для сокращенного вида тоже выберем. Обращаю внимание, что для стикера у вас... Также доступно поле с описанием. Это поле будет отображаться при клике на стикер. Сейчас вы увидите, как это отображается. Здесь, где отображать, можно также задать условия отображения для разных типов устройств. Задать пользовательский CSS класс. Также задать период доступности, позицию стикера, которая будет влиять на порядок отображения. Далее, ну, создадим достаточно простое условие. Если категории товаров находятся в списке, ну, в нашем случае это одежда, как мы... Так, ну, допустим, вот, выберем мужскую одежду, да. Добавим эти категории, то показывать... Также здесь можно настроить дополнительно в каких типах шаблонов для списков товаров отображать. Создадим данный стикер и на всякий случай почистим кэш. Поскольку стикер динамический, то никаких дополнительных действий нам не потребуется. Обновим данную страницу. Итак, мы видим, что все товары из категории, которая нам нужна, это мужская одежда, получили стикер, по наведению на который у нас есть еще и вот такое очень удобное отображение условий, либо дополнительной информации по данному стикеру. Мы рекомендуем ее использовать, потому что это достаточно хорошо работает. Прямо со списков можно информировать пользователя о какой-то акции, либо другой дополнительной достаточно важной информации. Также видим, что стикер отображается у нас и в карточке товара, в том месте, в котором он настроен. Это не все возможности модуля. Данное видео было создано с целью продемонстрировать, как быстро владельцам тем начать работать с модулем. Мы запишем дополнительный цикл видео по тому, как правильно работать с модулем, о всех его возможностях, а также самых интересных кейсах использования стикеров в современном интернет-магазине. Подписывайтесь на наш видеоканал, будьте в курсе того, как быть максимально конкурентоспособным в мире e-commerce.